Славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 30 ноября 2016 года среда, по одному из старинных 30-й день месяцев новых дорог, 7525 лета понедельника. Сегодня по нашему расписанию должен быть эфир «Корневая система Руси». Вот такая интересная тема, которая мне самому была бы очень интересна. И автор-сведущая Марина Карпинская. Но так получилось, что Марине необходимо было срочно уехать по делу. И, в общем-то, эфир с ней, получается, так откладывается. Поэтому, друзья мои, я сегодня в вашем распоряжении. Если есть какие-то вопросы ко мне, то, пожалуйста, можете их задавать. Сегодня у нас, наверное, как раз конец месяца. Можно подвести какие-либо итоги как за месяц, так и за какой-то более обширный период. Поэтому не стесняйтесь. Главный редактор перед вами, Народного славянского радио. Сильно уж не ругайтесь. Сапоги в мою сторону не метайте. Но если какие-то вопросы есть по существу, то, пожалуйста, задавайте. Все, что можно, а может быть даже и нельзя, я честно отвечу. И потом уже будете делать какие-то выводы. А пока у нас вы собираетесь с мыслями какие-то вопросы позадавать, то в этом случае у нас пока будет, пускай, небольшая музыкальная пауза. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народного славянского радио. Напоминаю, что сегодня у нас 30 ноября 2016 года среда по одному всем известному календарю. Ну, во всяком случае, в славянских странах и европейской части нашей матушки-земли. И 30-й день месяца Нового Дорога, 7525 лета, понедельник. Так, по идее, по нашему расписанию должна была быть сегодня передача, посвященная теме «Корневая система Руси». Марина Карпинская, автор-соведущая. Но уж так случилось, как я говорил вначале, что нужно ей было срочно уехать по неотложным делам. Надеюсь, что встреча наша только откладывается. Значит, она переносится, другими словами. И мы услышим Марию у нас в эфире через какое-то время. Когда конкретно, не скажу. График у нас достаточно плотный на несколько месяцев вперед. Поэтому вот как получится, так и получится. Как говорится, следите за анонсами. Теперь вопросы в эфире, вопросы в чате Народного славянского радио уже появились. Давайте попробуем на них ответить. Значит, был вопрос по поводу интернета. Потому что так случилось, что здесь, где я обитаю постоянно, здесь интернета нормального нет. Здесь полмодема связь. А модемная связь, сотовая связь имеется до модемной, она, в общем-то, не самая устойчивая. Бывают моменты, что голос прерывается. Бывают моменты, что просто интернет отрубается. И поэтому мы искали долго, где кто может нам предоставить интернет. И вот Владимир Разматищ дал ссылочку, связался я с людьми. Приехали сегодня два замечательных молодых человека, чуть старше 20 лет. И сделали диагностику. В принципе, да, скорость здесь можно настроить через специальное оборудование. Вот, подключение не дешевое. Там, скажем так, не один десяток тысяч рублей получается. Но, в общем, деньги изыскали, оплатили. Теперь ждем активации. И если все пройдет нормально, то в этом случае будет все у нас хорошо. Будет интернет более быстрый и более надежный. Это что касаемо интернета. Так что, Владимир Изматищ, тебе благодарность за помощь. Что из этого получится, все вместе в скором времени, я думаю, к понедельнику уже увидим. Вот. Так что, если вдруг у вас есть желание поддержать затраты, которые были на интернет, потому что нам уже конец года нужно будет еще сервера дополнительно оплачивать, то в этом случае, пожалуйста, можете воспользоваться страничкой помощи. И там указаны все реквизиты. Можете поддержать радио. Вот. Также я напомню, что у нас в начале весны был разговор о том, что хорошо бы как-то там отремонтировать машину, на которую часто приходится ездить. Но целенаправленно деньги так собраны и не были, к сожалению. Там кое-что подлатали по мелочи, но нужно еще доделать переднюю часть. Там сумма тоже такая, несколько десятков тысяч. Поэтому я хочу, чтобы где-нибудь в праздничные дни все-таки закончить, чтобы в следующем году машина бегала нормально, и можно было куда-либо приезжать и спокойно, не думать о том, что где-то она остановится или там что-то у нее отвалится, чтобы можно было в дороге по этому поводу не переживать, а ехать смело на дальние расстояния и встречаться с нужными, важными людьми для всего славянского мира. Так что вот у нас такие сейчас две статьи расходов. Первая – это интернет, вторая – это ремонт машины. Дальше. Вопрос эфира Владимира Изматиевича. Каков график программ ожидается во время новогодних выходных? Так, вопрос, да, своевременно задается. С начала декабря осталось совсем чуть-чуть, до так называемых куршевельских каникул, которые я планирую провести достаточно активно, встретиться с разными людьми, поговорить, побеседовать, может быть, даже что-то заснять и записать, чтобы потом какие-то выпуски сделать, кого-то, может быть, пригласить и так далее. Поэтому ожидается очень насыщенные поездки с моей стороны, как не очень далеко, так и достаточно на протяжённое расстояние. Поэтому живых эфиров, скорее всего, не предвидится, но предварительно достигнута договорённость о том, чтобы сейчас в декабре подготовить серию передач, серию программ с тем, чтобы потом можно было их выводить в эфир в 12 и в 8 часов по московскому времени. Ну, хотя бы в 8 часов привычное время. Это там будет рассмотрено, как это лучше делать. Четыре человека предварительно дали согласие, но четыре программы уже, скорее всего, смогут быть записаны, если, конечно, меня не оторвут от жизни поездки, которые уже сейчас в декабре тоже намечены. Одна из них в Питер на встречу с очень интересным человеком. Ну, если так считать, отъезд-приезд, то там получается больше трёх дней, почти четыре дня на эти выходные. И там ещё тоже ожидаются поездки. Так что заполнена программа очень плотненько. И успеть бы, то, что говорится, записать, потому что вечером живые эфиры, а надо днём как-то изыскать время, чтобы записать эфиры для новогодних праздников. Вот такая программа, вот такой график. Дальше. Если, конечно, получится живьём что-то сделать, то будет сделано живьём. Дальше. Солнце задаёт вопрос. Когда откроется новый сайт? Ожидаем мы открытия нового сайта уже скоро. Почему? Потому что тот, кто взялся его изготавливать, человек тоже непростой, занимается многими полезными для нашего мира делами. и хочет сделать, чтобы это было хорошо. Не с точки зрения, чтобы дизайн там такой, от которого падали бы все, был. Нет. В первую очередь, конечно, дизайн рассматривается, чтобы он был приемлем, красив. Но в первую очередь, вернее, это вторично для меня лично. Для меня главное, чтобы было функционально, и чтобы было понятно, куда заходить, что нажимать, чтобы найти, открыть и получить информацию более быстро, нежели чем сейчас на вот этом сайте, который, я напоминаю, был написан за несколько дней на скорую руку, потому что ничего другого не было. Поэтому уже я смотрел прототип рабочий. В принципе, уже там что-то такое сложилось, уже что-то такое хорошее там наметилось. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим в работе новый сайт. Вот такой ответ. По поводу сервера тоже скажу. Я уже как-то сказал, что сервер новый уже запущен. Сейчас там проводится синхронизация базы данных с основными нашими компьютерами, серверами. И с него уже идет тестовая трансляция. В принципе, сбоев пока я не нахожу. Если кто захочет, пожалуйста, изъявите желание. Я дам ссылку на тестовые эфиры, у кого, естественно, есть время прослушивания для того, чтобы можно было слушать и писать свои замечания по качеству. Пока только по качеству. То есть программа там не рассматривается, просто идет вещание, что вот так вот в плейлист накидали, то и звучит. Так что кто хочет быть тестером, пожалуйста, напишите. Несколько человек нужно, чтобы слушать иногда, насколько качественно звучит, насколько прерывание, непрерывание и так далее, и тому подобное. Так, это что касаемо сервера, который уже такой на серьезной основе уже, ну, полноценный сервер. Теперь еще одна новость есть. Поскольку увеличилось резко количество слушателей, то тот трафик, который мы выбирали по вещателю, он уже там терабайтами измеряется, он уже как бы так вот нас не устраивает. И поэтому в полтора раза мы увеличиваем трафик. Вот. Так что вот такая радостная новость. Трафик будет увеличен, значит, какие-то там тоже, скорее всего, будут затраты. Но это с этим разберемся. Так, что дальше? Отвечаю на следующий вопрос. Здравия всем. 16 ноября прошел эфир на тему практик активации хронизации головного мозга. Кто может дать ссылку на сайт фитнес-мозга.ру, не могу найти, в поисковике. Заранее благодарен. Ну, так вот, фитнес-мозга.ру так и надо набрать. И он, я лично сразу его нашел. Прямо так и набирал. Фитнес-мозга.ру. И никаких вопросов там не было. Не знаю уж, как там трудно его найти. Солнце. Что будет нового на сайте? Можно огласить весь список. Ну, что на сайте будет? Вот прямо сейчас я держу перед собой этот сайт, перед глазами открыл его. Во-первых, нового что? Это мультиплатформенная система. То есть, он будет рассматриваться нормально и на компьютерах, и на планшетах, и на различного вида смартфонах. Надеюсь, что на всех видах смартфонов. То есть, уже тестировали, открывается и так далее. Там будет несколько разделов. Наверху будет постоянно открытое, во всяком случае, на компьютере постоянно открытое верхнее меню. То есть, оно не будет никуда уползать. Но это не фреймовское. Это полноценный программный код, который специально написан. Там будут выпадающие менюшки. То есть, переходы в различные разделы. Программы, новости, различные блоги, гостиная. Где будут указаны на наших друзьях. Беседка, чат, гости радиопрограммы. Кстати, если будет новый чат, то придется немножечко его переделать. Вот этот чат. И, скорее всего, там база может не подойти. Но это под вопросом. Если подойдет, то никому перерегистрироваться не надо будет. Все будет работать. Если же вдруг мы увидим, что база, к сожалению, не подходит, то придется переделывать. И раздел «Анонс». Радио, обратная связь, стол заказа, вакансии, помощь радио и так далее. То есть, все наглядно. Будет вверху красивый перемещающийся баннер современный с красивыми картинками и с какими-то надписями. А дальше будут идти в линию уже сами анонсы, передачи, фотогалерея, расширенный поиск, новости. Ну, в общем, все, что необходимо. Контактная информация, форма обратной связи, разделы. В общем, полноценный профессиональный сайт. Вот это планируется. И что самое главное, когда на компьютере будете смотреть, даже когда будете листать, у вас верхнее меню будет оставаться всегда наверху, на месте. То есть, не надо будет там думать, а куда нажать, чтобы послушать что-либо. Вот это у нас планируется на сайте. Так, дальше. Дальше. Значит, кто готов послушать в качестве тестера, пожалуйста, пишите мне в скайп или через форму обратной связи, которая есть на старом пока сайте, с пометкой, например, там «Хочу быть тестером нового канала». И я в этом случае вам дам ссылку. Будете слушать с условием, что вы будете делиться. Сейчас я посмотрю, какие-то вопросы поступают. Вот появилось сообщение, что кто-то готов к нам присоединиться в эфир. Я сейчас отвечу на вопросы и потом посмотрю, что к нам прислали по поводу, кто у нас готов в эфир включиться. Сейчас на вопрос только отвечу. Так, дальше. Вопрос в эфир от Владимира Замытьевича. Как обычно сын спрашивает, когда еще будет Чернобров? Чернобров у нас занесен в планинг. Если интересно, сейчас я открою планинг и отвечу на этот вопрос. Сейчас планинг открывается. Смотрим. Сейчас я наберу поиск. На 12 января путешественники во времени, часть вторая. Планируется Чернобров. В принципе, я могу сказать, кто у нас планируется вообще. Но, я думаю, это длинный список, поскольку за январь и уже начало февраля. Так что сейчас не буду занимать время на это. Дальше. Вопрос в эфир от Владимира Замытьевича. Любопытство по интернету. Антенна на крыше будет или мачта? Какая высота подвеса антенны? Значит, ребята молодые приехали. Посмотрели, выглянули в окошко, поставили аппаратуру, измерили скорость сигнала. В нашем случае получилась скорость сигнала до 62 мегабит в секунду по радиоканалу. Но, учитывая, что это будний день и погода была хорошая, то, в принципе, скорость для радиоканала, в общем-то, вполне приемлемая. Дальше через окно они высунулись, антенну прикрутили. Антенна похожа на ту, которая НТВ, например, космическая. И там стоит специальный приемник. Потом он идет к модему. Их же производство, эта компания производит свои модемы. Но, скорее всего, не сама модема, а переделывает их чуть-чуть. Туда входят два кабеля, идущие от антенны в этот модем. Там уже вставлена сим-карта, по которой будет определяться, кто пользуется. Потом идет уже сам или компьютер, или роутер. Вот такая сложная конструкция, поэтому установка, с учетом работ, не такая дешевая получилась. Так что все нормально, все хорошо. Вот, обошлись без антенны, в окно высунулись, прикрутили над окном. Нашлось место, куда можно было прикрутить. Прикрутили над окном, проверили. Все держится, надеюсь, ветром не снесет, не повернет. Все закрепили, все хорошо, аккуратненько. Так что, как только будет активация, я буду рад и надеюсь, что у нас интернет станет достаточно шустрый и быстрый. Так, всем здравия. Надеюсь, в новом сайте, кстати, не буду дергаться по 10 раз, как сейчас на смартфоне. И поскольку я сказал, что это мультиплатформенный сайт, то в этом случае там предусмотрена корректная работа со всеми видами планшетов и смартфонов. На своем смартфоне я открывал, но у меня такой недорогой, простенький смартфон, без всяких пальцезагибов. Вот, поэтому могу сказать о себе, что я видел. Все нормально, все хорошо. Так, замечательно. Здравия всем, давайте ссылку сейчас послушаю. Итак, по поводу послушаю, пожалуйста, сбрасывайте в обратную связь мне сообщение, и я буду тогда давать ссылки на новый вещатель. Так, дальше, дальше. Радиоплеера те же на новом сайте будут? Нет, там, я думаю, что мы сделаем более универсальные плеера, которые будут подходить для всех платформ. На самом сайте, скорее всего, это будет флеш, а для смартфонов там свое. Так, дальше. Планируется пригласить в эфир Неумывакина, сын Николая, за этот вопрос. Значит, Иван Павлович Неумывакин, все-таки человек уже пожилой, и у нас были в прошлом году с ним разговоры по поводу того, что, Иван Павлович, приходите, пожалуйста, на наш канал, поговорим, пообщаемся, по скайпу никуда ехать не надо. Он сказал, нет, что, ребят, вы ко мне приезжайте, я не могу на чей-то канал подсаживаться, вот, так что приезжайте ко мне. Мы к нему туда приехали, засняли пять, насколько я помню, выпусков коротких, там, по 30-40 минут. Вот, этим пока ограничилось. Но потом он звонил и сказал, что приезжайте, есть еще мысль там пару слов сказать. Но так получилось, что очень сильно был занят все лето, и поэтому ты к нему не вырвался. Если он не обиделся на это, то ему можно позвонить и договориться по поводу съемок. Вот, так что, вот такие дела. Так, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Алексей, здравие, как ты относишься к лесте, все более часто звучащей со стороны соведущих по мере популярности радио, и как отличаешь ее от действительно благих пожеланий свой адрес в адрес радио? Да меня не волнует лесть, на самом деле, и что-то такое, что говорят. Мне волнует, так сказать, мне волнует посыл. Если человек говорит честно, по совести, правду, то в этом случае эта правда, она как будто бы звучит колокольчиком. Вот помните такой старый советский фильм, там, сказочный, как два Ивана, там, отправлялись делать один царский сын, а другого помощника, там, подменили в детстве, что-то такое. И вот они вдвоем отправлялись, там, музыкальный фильм, вот, и один кучерявенький, второй, худенький, второй, такой, поплотнее был. И вот они там много чего делали. Баба-яга, там, Пельцер играл Баба-ягу, играл этого Кощея Бессмертного, играл Табаков. Вот такой интересный человек. Так что вот так вот. И там как раз была такая птица, которая говорила, правда или неправда. Вот когда говорят правду человеку, то в этом случае звучит голос для меня колокольчиком, это я отличаю. Но даже когда говорят правду по совести, то в этом случае, даже она, если неправильно, неприятно может быть человеку, то она для меня намного дороже, нежели чем похвальбы какие-то. Я очень спокойно отношусь к похвальбам. Надеюсь, дал ответ. Иначе, если бы я отвечал на каждую похвальбу восторгами своими щенячьими, что в молодости у меня очень сильно было проявлено, кстати, что мне очень сильно мешала жизнь, я тогда бы очень много что испортил в своей жизни сейчас. Итак, я ответил, только хотел сказать ответ на все вопросы. Ждет человек, мне нужно соединиться, он хочет выйти в эфир. Вопрос эфира. Владимир Разлучевич. Син заинтриговал, спрашиваю, будет ли эфир с космонавтом Гречком друг Чернобро. Отвечаю. У нас был разговор с Вадимом, и как раз с его стороны прозвучало предложение встретиться с Гречком, или к нему приехать, или по скайпу. Я этот разговор держу в голове, и при первой же возможности обязательно напомню, потому что меня наш многоуважаемый космонавт очень сильно интересует. Он очень сильно интересует, потому что я человек, родившийся и воспитанный в СССР, и для меня космонавт – это что-то святое. Так что вот как-то так. И я буду с радостью общаться с этим замечательным человеком. Итак, я сейчас перехожу в музыкальную паузу. У вас есть около шести минут, чтобы насладиться музыкой очень интересного женского ансамбля «Кубаночка», которые поют в фольклорном стиле. Так что пока вы будете наслаждаться, я свяжусь с человеком, который готов с нами поговорить. Договорились? Раз да. Включаем музыкальную паузу. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Радио.